итак ребят всем привет у меня очередной выпуск по тестам приборов сегодня будет у меня аська 250 с модификации катушка нел торнадо новичкам это очень понадобится потому что глубина залегания цели будешь будешь видеть гораздо глубже ну и естественно свой прибор немного усовершенствовать так что смотрите на результат результат будет выше потому что я ходил со стандартной катушкой с нел торнадо и знаю о чем я говорю так что смотрите будет интересно итак а такой вот у меня будет стандартный набор царские монеты пятак екатериновский двушечка все я взял вот таким вот маленьким размером на убывание специально чтобы показать вам результаты монеты у нас чищены без всяких наростов так что искажений никаких не будет из советиков тоже взяла пятачок трешечка двушечка копеечка к сожалению куда-то у меня делась не знаю не найти не могу а советики естественно тоже покажу по мере убывания пятачок и до копеечки а царское серебро царское серебро именно серебро не белончики а серебро советские у меня вот такие вот серебряные полтинник двадцатка пятнашка и десятка медный никель вы исплав щитовички потом взял еще добавок для разнообразия в квадрате вот такие медный никель и заодно покажу серебряные монеты которые у нас являются не нашей эпохи это немцы австро-венгры и монголо-татарская ига вот такие вот у меня монеты будут стандартном обзоре все время фигурировать так что смотрите будет достаточно все подробно и интересно по данному материалу ладно смотрим сейчас приступим всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении новую выпуску и так включаем прибор настройки оставляем такие же монеты и чувствительность на максимальную сделали катушка нел торнадо выглядит вот таким вот способом вот такой вариант у меня ну и начнем начнем как обычно по стандарту по традиции берем начинаем а свой тест и именно с монет советской эпохи берем копеечку 25 3 копеечки 33 цепляет пятачок 35 четко 3 копеечки 24 тоже 35 пятачок странно но медный почему-то немножко поменьше показать чем советский ладно берем медный никелевый 10 копеек 22 15 копеек 28 28 20 копеек 30 31 ну поставлю 30 серебро советское 20 копеек 30 15 копеек 33 30 30 копеек 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 34 Берем серебро царское Начнем с Петра I Непонятно, непонятно, неужели катушка берет мою камеру 14 поставим 10 копеек царские Ну так же 30 сантиметров 15 копеек Царские 31 Четвертак 25 копеек серебряные Ну 25 цепляет Вернее 35 И полтинник вот такой вот Царский Тоже в таком же диапазоне 35 Так, переходим к интересному Которые у нас стабильные находки Это у нас царская медь 1,2 копеечки Ну вот смотрите Цепляет 29 30 практически Елизавета, полушка Тоже так же 29 30 Монгольская пула Тоже так же 30 1 копеечка 34 четко 2 копеечки Соболя 35 уверенно И пятак Екатерины 40 40 берет уверенно Цепляет 41 Ну и напоследок 5 Фенингов Немцы Ну так же 35 Две короны Тоже диапазон Тоже диапазон И напоследок Золотая орда Серебро 26 Вот смотрите Какой результат Довольно-таки Неплохой Все находится В основном В диапазоне 30 35 Сантиметров Здесь Со стандартной Катушкой Было Вот настолько Вот меньше То есть Диапазон 25 30 5 10 Сантиметров Катушка Нелторнадо Увеличивает Диапазон Находок Монет В грунте Повторюсь То что По воздуху Тест Как я все Делаю В грунте Будет Результат Гораздо Ниже На 5 10 Сантиметров Будет Меньше Показатели Плюс Все зависит От почвы И от Влажности Почвы Так что Имейте ввиду Что По воздуху Это не Стопроцентный Результат Ну а так Все Всем пока И удачи Удачи В выборе Прибора И катушек Продолжение следует Продолжение следует